Вновь концертный зал районного историко-культурного центра распахнул свои двери для учеников начальной школы номер два. Для них юные музыканты детской школы искусств и преподаватель по классу теоретических дисциплин Надежда Казанцева провели необычный урок музыки. На весенне не было понятия легато. Легато это связанное звучание. Это очень ценный факт, что фортепиано уже обладало этим качеством. Произведения великих композиторов чередовались с увлекательными рассказами об их жизни, жанрах музыки и историей создания музыкальных инструментов. Все юные исполнители – лауреаты международного конкурса детского и юношеского творчества «Семь нот». Сегодня участвовали, можно сказать, для меня лично, с точки зрения моего вкуса, лучшие дети. Хотя играли они не однозначно все, но тем не менее эти дети могут, у них есть потенциал. Таисии Цивилевой 9 лет и 3 из них она занимается музыкой. Ежедневные занятия по 2-3 часа даются нелегко, но Таисия уверена, только так можно добиться успеха. Как ты считаешь, что нужно для того, чтобы участвовать в конкурсе, становиться лауреатом и вообще быть лучшей в своем деле? Заниматься. Труды усердные нужны. В ДШИ Таисию привела мама, которая тоже когда-то все свободное время посвящала музыке. Мы смотрим мотивационные фильмы, какие-то истории ей рассказываю, то есть чтобы у нее было свое собственное желание заниматься и чего-то достичь. Анастасия Васильева занимается в ДШИ второй год и уже достигла заметных успехов. Она уверена, музыка – ее призвание. Еще не зная нотной грамоты, Настя уже играла на фортепиано. Я начала где-то в 7-6 лет подбирать известные мелодии, например, отрывок маленький из балета «Лебединое озеро» Чайковского, «Пираты Карибского моря» тоже подбирала. А вот 11-летний Даниил Талпегин занимается в ДШИ уже четвертый год. Его знакомство с миром музыки тоже началось задолго до поступления в ДШИ. У меня дома стояла пианино, я на нем любила играть, потом решил заниматься профессионально. Ученики начальной школы номер два покидали мероприятие под впечатлением, и у многих появилось желание освоить какой-нибудь музыкальный инструмент. Как тебе концерт понравился? Да, очень. Сама умеешь играть на каком-то концерте? Нет, но я бы хотела. Мне очень понравилось. Хочу научиться играть. Задача организаторов мероприятия – популяризировать классическую музыку среди школьников и повысить их музыкальную грамотность. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видно этого. Продолжение следует...